Ребятки, всем приветосы! Делаем свои телеки на максимум, чтобы ничего не пропустить в любимом сериалите Киев днём и ночью. А я пока вас подготовлю к просмотру. Короче, Паха в шоке и злой как чёрт на Лилю за то, что история со сменой Кариной это манкины круг дела. Ты разрушила мою счастливую семью с Оксаной ради моего же блага. Какой Оксана? Спасибо, мама! Ясно, что это бросает их по разным углам. Лиля винит Богдана за то, что он рассказал всё Паше и отказывается от свадьбы с ним. Спасибо, что напомнила о свадьбе. Её не будет. В смысле не будет? Я не верю своему шагу. Ну а Боди, как обычно, утешается Кариной. А вот Паха решает подарить весь мир Оксане. Я тебя люблю. Слышишь меня? Люблю тебя. Какая тема дальше? Марина знакомит всех со студентом и устраивает прощальную вечеринку. Мой парень выиграл грант, и мы улетаем в Германию. На этой вечерушке Генок отважился и таки сделал предложение супнабора. Руки и сердца Альбини. Люблю тебя, киса. Выйду. Вот это понятно. Глядя на эту милоту, Боди решает бороться за чувства Лили до конца. Я понял то, что мне рано опускать лук. А Паша продолжает добиваться до последнего расположения Ксюхи. Хочешь, я тебе подарю кондитерскую? Только вот Ксюша расценивает это все как попытку ее купить. Я не продавилась. И уходит от Паши снова. Кроме того, Саня узнает, что Уля вернулась не просто так. Ей изменил ее Американ Бой. Я надеюсь, тебе сейчас понятно, как я себя чувствовала, когда узнала о твоей измени. А что, там отказали. Вот, запасной аэродром, Санек. Зато Тася делает успешные шаги в реабилитации. Она пытается помириться с Марусей, но ей становится дурно. У нее ломка. Маруся прощает ее и помогает ей пережить все это. И не отойдет мне ни на секунду. Мы переживем. Ну что, поехали дальше. Это Киев. Город, в котором для каждого из нас важно встретить того человека, которому сможем довериться. Но доверие очень хрупкая штука. Сегодня мы верим, а завтра нас разочаровывают или предают. Вот Богдан как раз сейчас пытается вернуть то самое доверие. Эль. Я так сильно соскучился. И... Ну я не могу без тебя, понимаешь? Мне сложно без тебя. Я не могу себе представить уже свою жизнь просто, когда в ней нет тебя. И я ничего не могу с этим сделать. Лиль. Ну прости меня, дурака, Лиль. Лиль. Ну пожалуйста, ну слушай, ну Лиль. У нас все будет хорошо. Мы с тобой поженимся. Мы будем воспитывать Елисея. У нас будет самый лучший сын. Лиль, ну пожалуйста. Ну Лиль. Ну прости меня, пожалуйста. Лиль. Лиль, ну это не за тебя. А ну-ка покажите мне этого смельчака, который так и довел ее до слез. Что это такое? Больпич. Если не вернешь долг в течение пяти суток, пострадаешь ты, твои сыновья и любовник. Если обратишься в полицию или в другие правоохранительные органы, ты об этом очень пожалеешь. Мы не шутим. Готовь деньги и жди дальнейших указаний. Что это такое? Вот именно, что это такое. Видимо, Лиля далеко не первый раз берет чужие деньги и не возвращает. Ну а мы пока метнемся на поздняки и глянем, как там наша невеста поживает. Знаете, мне кажется, что я даже по-другому начала ходить. Ну да, невесты перестают вилять бедрами с заносом в метр. В этом больше нет нужды. Мой хороший, я тебя так люблю. Спасибо тебе большое. Мне кажется, этого дня ждала вот прям всю свою жизнь. Хорошая. Так, главное сейчас вот это вот все не испортить. Слушай, не испортить. Подожди, у тебя же сегодня выходной? Да. Так, выходной, наверное, надо готовиться к свадьбе, шмадьбе, платье там, шмадьбе. Ну да, мы с Ксюшей вот идем за свадьбой, платье мы же идем выбирать. Вот молодцы какие. Слушайте, я все равно в этом черта не соображаю. Не буду вам мешать. Окей? Окей, хорошо. Нормалидзе? Уль, а может ты с нами пойдешь? Как ты на это смотришь? Я бы была очень рада. С удовольствием. Да? Класс. Левчата, тут... Вы не выражаете? Тут вина осталось немного. Давайте на дорожку согреете. Давай, давай. Чтобы лучше платье обиралось. Чтобы по рынку пока будете ходить вымерять, чтобы не заверзли. Гена, с такими стаканами, дай бог, чтобы они до рынка дошли вообще. Ой, мне богат. Гена, мы не на рынке будем выбирать, мы будем в шалоне. Ухвырли на бутику. Ухвырли на бутику. Ухвырли. Смотрите, китайский не берите, берите Дука Турецкий. Кирилл. Ксюша, Анна, что у меня здесь в глазках паворка? Ничего не видно. По-моему, это свадьба. Это свадьба. За вас. Да. Да, за молодых. За нас. И я тебя люблю. И я тебя люблю. Ухвырли. Потяже. Привет. Хеллоу. Мой дады. А что вы про праздник? А? Опять припаду. Про праздник, да? Помолка, Саша. Помолка. У меня, значит, тогда прикид подходяешь. Я правильно понял. Правильно, помолка. Классно. А чью? Чью же помолочку бы, правильно? Саш, ну ты же вчера был. Ты помнишь все. Ты забыл, что ты присосал? Я даже запомнил. Да правильно, правильно. Только Саня не понимает, чья помолка. Не до конца. Что-то она сознает все. Моя. Ой-ой-ой. Упал стул. На помолке же так не делают. Боже. Это несовестно. Ничего, я сейчас зато ухода чья. Моя, Саша. Псюха, они не твоя. А эта невеста, походу, чутка перебрала. Или ее бросили под венцом. Но злючие точно не от счастья. Ну это понятно. В горе любовь этой вряд ли ты, наверное, сможешь выйти. Сегодня, завтра, послезавтра. А у Гены, у тебя, наверное, нету времени. Нету просто времени, потому что у вас же светит драчки. Драчки, 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 да усрачки. Ой, руку зацепил. Чью руку зацепил, пожалуйста. У меня хоть и прикид хорошая, но не моя, а что-то нет. А твоя, твоя, наверное. Чья у нас помолочка, Улечка? У нас, наверное, просто не все знают. Уля у нас выходит замуж. Уля у нас выходит замуж. Но, Егорка, что сделал? Не вкусно. Егорка изменил. Изменил ножички. И куда надо бежать? Правильно, куда же бежать? К Саше, потому что Саша кто? Кто, кто Саша? Саша идиот. Саша идиот, который всегда принес. Саня у нас, сука, дебил, блядь. Ну что, уважаемая, прекрасная. Ну что, наверное, тут лишнее. Правильно, Гена, доверяй своим инстинктам. Классно, классно, да? Ну вот, хватай. Саша, не надо так, пожалуйста. Саша, ничего не надо, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, 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 подожди. Я думала, они меня не найдут. И что? Что б ты сделал? Что я сделал? Я отец твоего ребенка, понимаешь? Что б я сделал? Я не знаю, блин. Почку продал бы, чтобы ты долги свои отдала. Что б я сделал? На работу, Бустрос. Я обработал круглые сутки. Ты так работаешь. А я-то смотрю, китайцы неплохо по-русски пишут. Огромная сумма, понимаешь? Огромная. И они меня нашли здесь. Я не думала, что они меня когда-нибудь найдут. Слушай, ну давай возьмем кредит. Ну какой кредит? Ну какой банк даст деньги, чтобы рассчитаться с долгами бандитами, да? Лиля уже все аферистские схемы с деньгами знает. Так что здесь ее точно можно послушать. Кормят. Я не допущу, чтобы какие-то ублюдки уронили хоть волос с головы моего сына или моей любимой женщины. Я в лепешку разобьюсь, но я сделаю все, чтобы этого не случилось. Давай соберем чемоданы и свалим нахрен из этой стороны. Давай. Реально, давай. Давай. Давай, да, втроем. Я, ты и Елисей. И будем жить там, и никто нас не найдет. Я тогда заканчиваю дела сейчас в кондитерской. Еду забирать Елисея, и мы уезжаем. Нет, нет, давай я заберу Елисея, потому что я заберу Елисея и отвезу его к ребятам в квартиру. Там безопасно. Нет, 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 там проходной двор у вас. Так вот именно, какой дебил сунется на проходной двор, там где полно глаз, полно свидетелей, никакой вор или бандит туда не придет, понимаешь? Там не будут просто нас искать. Хорошо, все, едь к няне, и я искаю, чтобы она никому не открывала, только тебе или мне. Иди за. Хорошо, слушай, все будет хорошо. Я все сделаю, да, и приеду к тебе тогда. Мы вместе. Забери его только, хорошо? И очень переживаю. Мы со всем справимся, хорошо? Хорошо. Лиль, ну, пока Бодя собрался отбивать банду якутс от тебя и сына, поведай-ка нам, что творится. Свои проблемы я решаю всегда сама. И сейчас главное, чтобы Богдан забрал ребенка, и чтобы он был в безопасности. Алло? Да, мне нужна ваша помощь. Да, время пришло. Какое еще время пришло? Что, Лиля, творит? Смутно доверяюсь я в сей раз. Ну, посмотрим. Так, а что там Пашок? А что красивое какое-то такое, прям белоснежное? Давай, давай, обойдем, давай быстрее, чтобы, ну, не... Привет, Ксюша. Привет, Альбина. Привет, Паш. Диджей, это тебе. Что это такое? Просто маленький подарок. Послушай, Паш, мне твои подарки не нужны. Подари кому-нибудь другому. Все, Альбин, идем. Да что это такое? Они сговорились все или что? Портит мне предсвадебное настроение такими своими разборками. Оксана, ну, постой. Ну, не хочешь подарков, не будет подарков. Давай просто прогуляемся где-то. И куда мы пойдем? Да какая разница? А, давай пойдем в кинотеатр, а потом ты мне его купишь. Давай? Оксана, я не собираюсь тебе ничего покупать. Я сгоряча это тогда сказала. Давай просто поговорим. Паша, у меня нет времени. У нас с Альбиной очень важные дела. Все, пока. Вот уж не думал, что проблемой станет предложение купить мир и бросить его к женским ногам. Оксана, ну скажи хотя бы, когда будет у тебя свободное время? Оксана! Я просто так не сдамся. Оксана моя судьба, она моя семья все-таки. Если она не хочет подарков, ну, значит будем импровизировать. Альбин, ну так вышло. Ну, это как пир во время чумы. Бери и тоже импровизируй. А мы пока приглянем за Саньком. Не убил ли он еще Улю там? Если он не хочет никак идти со мной на контакт, если он не хочет никак меня понимать, может я правда зря приехала? Почему барышни сначала делают, а потом думают? Саша, зачем ты устроил сейчас этот церк? Ты знаешь, как ты мне больно сделал. Ты представляешь хотя бы себя на секундочку? Как? Я должен был отреагирован. Ты ситуацию осознаешь? Ты, ЗАГСа, сбежала. Не потому что ты там безумно меня любишь или что-то такое. Потому что я тупо орудие мести. Орудие мести? Какое орудие мести, Саша? Смешно тебе? Тебе смешно? Ни х**а здесь смешного нету. Я, получается, орудие мести. Саша, я знала, что ты так отреагируешь, поэтому я тебе ничего не говорила. Знала? А как мне реагировать? Мне надо было, наверное, сейчас встать, пойти и выброситься себе с окна, да? Да это правильная реакция? Сначала отрезвей. Отрезвей. Все хорошо, без проблем. Это занимает у меня, не знаю, ну, наверное, 3-2 секунды. Я начинаю отрешать. Что ты делаешь, придурок? А, как ты, дурочок, делай. Хорошо, дурочок, да, я идиот, дебил, кричит. Да, правильно? Я именно, именно из-за того, что именно ты такой, я тебя и люблю. И именно из-за того, что ты такой, я сейчас здесь с тобой. Уль, это точно все причины? Мне сейчас просто нужно забыть о Егоре. Я надеялась, что если я его изменю с Сашей, я просто хотя бы, как минимум, пойму, зачем он это сделал перед свадьбой со мной. Пойдем. И спать ко футболку. И спать ко футболку, да. А знаете, хоть и говорят, что видеть невесту до свадьбы плохая примета, но мы же не женихи ее. Давайте Альбинку наряжать. Алиса. С Богом. Давай, заходи ты первая. Я боюсь. О, класс. Так, все. Ой, отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Да, спасибо. Ксюха, стой, стой. Я хочу насладиться этим моментом. Это же, я хочу вдохнуть это вот свадебное. Свадьба прошла же один раз в жизни. Боже, как круто. Вот я такая счастливая, что я готова весь мир сейчас обнять. Просто я свою свадьбу планировала с детства. И сейчас начинается самая интересная часть. Это выбор платья. Да, на, держи, держите. Может, вот это? Может, это? О, вот хочу. Да. Вот это. Вот это. Вот здесь хочу. Все хочу. Все платья хочу. Это тоже хочу. Пожалуйста, это тоже. Туда вы туда несите. Туда несите. Я буду мерять. Держи. Вот. Ксюха, смотри, все, хочу, решила. Так, что, теперь мерить? Ксюха, жди, скоро буду. Да, что-то печалили Ксюху слова о свадьбе. Выше нос, Ксюш. Погнали мериться. Ну, смотри. Интересное такое. Бантики, стразики. Смотри, какая красота. Мне кажется, она немножко великовато. Че? Это было капусту есть. Так, смотри. Так. Круто. Круто покружайся. Смотри. Что? Блин, а ну. Что? У тебя там сзади. Ой, Ксюх, а че я пропустил? Блин. Пятая точка в половину. А, ну тогда помогите, конечно. Конечно, невеста должна сверкать, но не настолько. Я перемерила столько платьев. Я пересмотрела миллион вариантов. Просто. Но, мне кажется, я выбрала именно то платье, которое мое. Ну, молодец, Альбишка. Мы тебя, конечно, поздравляем с этим. А давайте глянем, че там Карина творит. После вчерашнего недоразумения с Богданом, я поняла, что я должна быть тем человеком, который действительно хочет быть со мной. Вот же лгунья. Карин, ну так и скажи, что не получив нужное, снова убежала туда, где выгодно. Ты че, прикалываешься или что? Похоже, что и выгодно Карина тоже не получит. Привет, привет, Волочек. Слушай, я подумала над твоим предложением, и я согласна. Поэтому приезжай скорее в свой загородный дом. Я хочу тебе полностью отдаться. Гринь, ты че? Я занят. Что? Зачем ты занят? Гринь, я на работе. Все. Поговорим потом. Хорошо? Пока. А, да понятно, какая работа. Да эта тварь опять старая кошелка белобрысая, блин. Облезшая кошка старая Лиля опять взялась за свое. Ну, ничего, голубки, ждите. Работа разная нужна, работа разная важна. А ты коришь в пролете. Вот Альбина быстрее станет бабушкой, чем ты отобьешь папика у Лили. Все, платье выбрали, хорошо. Ксюш, ну чего? Что такое? Что такое грустное? Ксюх, что ты платье рассматриваешь? Как-то грустно так. Чего? Мне. Да у меня, Альбина, свадьбы нормальной не было. Ну, была. Ну, ты помнишь, чем это закончилось. Блин, я, ты извини, я даже не подумала, что тебе может быть так вот грустно вспоминать это все. Но просто ты у меня одна единственная подруга, которая самая любимая, самая дорогая для меня. И вообще, я хочу сделать тебе предложение. Знаешь что? Какое? Вот не предложение руки и сердца, а вот так вот. Оксана Сергеенко, согласна ли ты стать моей свидетельницей на свадьбе у меня? Согласна? Да, согласна. Ты будешь моей свидетельницей, самой лучшей, самой красивой. И вообще, будет у тебя свадьба, и ты будешь самая красивая, и у тебя будет миллион гостей. И мы ее так отгуляем, что вообще все-все-все-все будут завидовать. И не будешь расстраиваться. А пока надо потренироваться. Подожди, сейчас. Подожди. Так. Ну, ты же свидетельницей будешь? Так, стой там. Да, не, давай, иди поближе, иди, тренируемся, тренируемся. Альбина сейчас в эйфории, и стену проломит этим букетом. Два, три. Все, что это? А я, наверное, не знаю. Знаете, вспомнил анекдот. Бабульки на свадьбах перестали меня спрашивать, ну что, ты следующая внучка? Когда я начала делать то же самое на похоронах. Да, Альбина права. У меня еще все впереди. У меня еще будет красивая свадьба. Много детей. У меня все будет хорошо. Ну, вот я никого не представляю возле себя, как ты сказать, в роли мужа, кроме Паши. Вот ваше платье. Ой, отлично. Так, давайте, так. Давайте я вам денежку сейчас. Ты уверена? Все, точно? Ксюха, я уверена, как никогда. Это оно, мое идеальное платье. Это оно. Держите, держите вам денежку, пристаньте там, правильно. Пожалуйста, все. Так, здесь мое. Это мое платье. Ну все? Встречай, Мир, самую красивую невесту. Я купила платье. Ну, слава богу. Альбин, ты даже не представляешь, как мы рады. Ну, а теперь встречай, Мир, самую злобную певицу. Карина. Так я и думала, на работе он, конечно, на работе. Работник, блядь, у этой старой Мымры. Ну, ничего, я сейчас им покажу, блядь, кто здесь главный. Ой, Вовка, туши мобилу. Все, Вовка, беги в ювелирку. Вова, Вова, открывай дверь. Вова, ты спалился, все, давай. Ну, здравствуй, милый. Как работа? Отработал величку по полной, да? Я не помню, ты что, следишь за мной? А я смотрю, ты трахаешь эту старуху, да? Карин, это не твое дело. Какое-то мое дело, это, конечно, не мое дело. Карин, уходи, пожалуйста. Что? Я... я занят сейчас. Пожалуйста, еще раз повторить. То есть я третья лишняя, получается, да? Проваливай, Карина! Вот так вот, век певиции недолг. И доверяй, после такого пройдешь. А, кстати, реально, что Володя делает у нее дома? Ну что, все в порядке? Да, уехала. Значит, послушай. Делаем сейчас все быстро. Только об этом никто не должен знать. Ты меня понял? Хорошо, я понял. Что делаем? Абито зачем? И где вообще Лилия? Блин, что здесь творится? Народ, вы покупаете? Я просто пока нет. Поехали. Что ты с ним играешь? Что ты с ним играешь? Что же, ты с ним? Пошли, пошли, пошли. Почему все столы побиты и шатаются? Потому что полы ровные и тычек. Ребят, кажется, я начинаю понимать, что к чему. Но пока не хочу торопиться с выводами. Сегодня был самый лучший день. Нет, самый лучший день будет, будет, когда я его надену. Класс, боже, так круто. О, Пашка, еще раз. Оксана, я знаю, что ты мне не веришь. Думая, что я хочу с тобой быть из-за жалости или купить тебя. Но дай шанс доказать мне, что это не так. Ксюх, ну когда уже оттает твое сердце? Послушай, Паша, я же тебе говорила, что у нас с Альбиной много дел. Нам нужно готовиться к свадьбе. Ксюш, Альбина, я все понимаю, но это ненадолго, действительно. Ксюх, едь с Пашей, правда. Езжай. Послушай, подруга. Давай, добавим пакет, я дойду домой. Все, пока. Вот я не могу без Гены. А Ксюша не может без Паши. Ну это же видно, это же ее супергерой. Пашка, он хоть и дурак, но он хороший, он идеальная пара для Ксюши. Плох уж эти подруги. Он дурак, но идеальная пара для Ксюши. Но все равно за поддержку, респект. Пока Паха пытается Ксюху загружить в романтику, давайте поднимемся к ребятам на чаек. Привет! Все, там боль шла. Паманалку Саню. Привет! Малыш! И jumpséis к шишке, привет! Как дела? Ты помнишь Альбину, Еля? Да, она такая девушка Альбина. Да, она такая девушка. Такая девушка. А ты за твой раз, в последний раз, когда я тебя видела, такой был маленький, а взрослый, прям на папку. Очень большой, да, очень большой. Мутербродчики тебе сделать? Да. Класс, хорошо, я сейчас сделаю. О, прям как папа, да. Похоже, чай мне не перепадет. Здесь другой мужчина в центре внимания. Ай, винула. Ты теряешь. Какой тебе больше нравится, этот или этот? Какой добрее? Этот. Ели, иди сюда тарелочку. Давай, сынок. Аккуратно. Давай скажем спасибо. Спасибо. Давай. Спасибо. Еще раз, молодец. А Богдан Иштабладший молодец, сразу в семью вписался, бесповоротно, так сказать. Ну, кстати, может вы приедете к нам, все вместе будем здесь. Прикольно радостно. Вот. Да, будет этот сын в полках. Класс, закончу. Воспитаем, сделаем. Супер. Ребят, раз пошла такая вечеринка с детворой, давайте глянем, как там Маруся. У нее целых двое детей, муж и дочь, сорви голова. Виктор, наверное, яблочки запили и воду. Да, спасибо. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Виктор, вы, в принципе, уже практически здоровы. Можно было вас еще недельку подержать, но смысла в этом я не вижу. Вас я хочу попросить, проконтролируйте, чтобы у Виктора был постельный режим, правильное питание и никаких нагрузок, это понятно. Хорошо. Вы теперь должны постоянно быть на контроле у врача. Хорошо. Спасибо вам огромное, спасибо большое за вашу работу. Поправляйтесь, не болейте. До свидания. И вам до свидания, доктор. Спасибо, что нашего благодаря на ноги поставили. Ну, пошли, Тася. Пойдем, зайчик, пошли, пошли. Я вообще не знаю, почему они поссорились. Я просто не верю, что сейчас мы с мамой поедем домой, а папа не с нами. Народ, если вы запамятовали о причинах ссоры Вити и Маруси, возьмите, вспомните. Да все была ошибка, нам не нужно было вообще сходиться вместе. У тебя есть проблема с алкоголем, у тебя есть проблема с женщинами. Мама, мы же с тобой мечтали о том, как заведем детей, и как у нас будет большая дружность. Да я не хочу с тобой детей, Витя, я вообще ничего от тебя не хочу. А беда и больничка их просто на время сблизило, но ссоры никто не отменял. Выписку пойду, заберу. Ну да, нам вещи в гардеробе собрали, так что мы тоже пойдем на нога. Все. Мы с Витей разошлись. Это было мое решение, я его менять не собираюсь. По большому счету, Тася может с ней видеться когда угодно и где угодно. Ей никто не запрещает. Но это не значит, что он должен с нами жить. Витя и Маруся уже взрослые. Такие решения сами вправе принимать. Радует, что Витек в порядке. Скорее всего, шафером у Генка на свадьбе будет именно он. Интересно, а что там Генок? Ай, вот так. Привет, честная компания. Ну что, челночницы? О, Ген, привет. Выбрали платье-то? Да, выбрали. Мы так круто сходили. Мы шампанское пили, конфеты ели, платье столько намерились. Так круто было. Честная компания. Это сервисно в тренингском рынке. Да не сервисный тренинг. Оль, кстати, очень жаль, что ты с нами не пошла. Реально очень жалко. Было так круто. Слышишь, круто, мута. А что это за этот? А вы там? Что это такое? Гена, Гена, ну куда ты лезешь? Ты что? Ну как куда? Ну, нельзя же. Ну, платье нельзя смотреть на свадьбе. Это плохая примета. Так что ж оно, как теленок бесхозный, валяется прямо перед входом? Все входите и глядите. И так плохая примета. А рядом с молодой-то. Нельзя, Ген. И вообще, подожди, ты как-то занимаешься свадьбой? Стопэ. Что-то начинает уже попахивать мамой славой. Какой мама слава? Подожди, ты вообще думал о туфли, смокинге, торте, машине, бокалы, гости? Это всего кучу, Ген. Ой, дядя Геннер, предложение сделал. И что, подожди, и что? Вот ты предложение сделал и все типа? А что еще-то? А, то есть тебе вот свадьба не возна, да? Вот, вот, у тебя свадьба не на первом месте. У тебя отдохнуть, полежать, вот тебе все равно, да? Я должна всем заниматься, только я, да? Реально, только я, только мне эта свадьба нужна. То есть что, не свадьба, а ты берега, честное слово. Биня, ну ты же ее с детства планировала. Значит, тебе осталось только пойти и все оплатить. Ребят, свадебные хлопоты, они такие. Но мне все же не дает покоя этот трэш с Лилией. Да и где она сейчас сама? Алло, а кто это? Алло, здравствуйте. Это ваша соседка Антонина Михайловна. Вы мне свой номер оставляли на всякий случай. Помните? Да, да, а что случилось? Ну, смотрите, в вашей квартире просто какой-то шум, звуки плющихся предметов, будто кто-то дерется, и я планирую вызвать полицию. Не-не, не надо никакой полиции. Я сейчас приеду и разберусь, что там происходит. Спасибо, что вы позвонили. Хорошо, хорошо, тогда что-то у вас. Спасибо большое. А вот интересно, почему такое странное заявление соседки вызывает у Лили всего лишь улыбку? Нужно срочно звонить Паше и просто ехать туда и разбираться. Давайте вернемся к нашим молодоженам, но все равно к Лили пока что больше вопросов, чем ответов. Альбинчик, ну успокойся. Что успокойся? Ну чего ты суетиться? Ну что у тебя случится? Лена, ну только я буду заниматься нашей свадьбой, или что? Малыш. Что? Ну вместе, конечно, будем заниматься. Ну чего ты так и взялась-то? Я же тебя только одну люблю. Мне кроме тебя никто не нужен. Ты у меня только на первом месте. Я вижу, как я у тебя на первом месте. Ты и свадьба. Я вижу, я вижу, как ты ей занимаешься. Я прямо это вижу, Ген. Супер. Ген, считай, это начало прелюдии перед первой брачной ночью. Послушай. Блин, я для этой свадьбы делаю все возможное. Ну правда. А что сегодня делал Гена целый день? Что? Сидел, не знаю, винишко попивал, телевизор смотрел. Молодец. Давай тогда вообще, черт его мать, им все отмени. Ты, подожди, что ты, то есть ты уже не хочешь на меня жениться, или что, Гена? Гена, Гена, супер, я так и знала. Ты просто не хочешь на меня жениться, не хочешь свадьбы. Давай отменим, отлично. Ну не таратуй-то. Я вот только понять не могу, зачем мне было делать вчера предложение, если сегодня мы уже все, уже свадьбы не будет. Нет, мы не отменяем свадьбу. Я тебе предлагаю следующее. Тут вот товарищ интернет подсказывает, что уже в Киеве есть экспресс-свадьба. И? Ну, завтра идем, роспись, подспись, и свадька. Ну зачем вот этот весь гемор, вот этот, все вот эти сборы, вот эти нервы, ну кому они нужны? Все правильно, ребята. Еле! Как-то так романтично это все, за один день быстро пожениться. О да, а потом всю жизнь расплачиваетесь перед мамой Славой за эту романтику. Ребят, вы решили, что завтра сыграть? Завтра? Прямо, да. Давай кричать. Давай что кричать в таких случаях? Горько. 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 Я даже знаю, какой ангелок принесет молодым колечки на подушечке. Я сейчас ловлюсь. Вот капец вот. Люди любят друг друга и готовы вершить свою судьбу в секунду. Решили, завтра женимся, завтра выходим замуж. А у меня, моя любимая, даже не может мне сказать, или мы завтра будем вместе. Пошли поговорим, дверьми. Духли. А вот бабочку. И бабочку. Надеюсь, Саню не задела ударной волной романтики. И Уля не получит сейчас второго предложения. А вот Ксюше хорошо бы этой волной, чтоб прям накрыла. И куда мы приехали? Идем, покажу. Нужно будет подниматься наверх? Я не пойду наверх. Я не понимаю, что он от меня хочет. По-моему, он просто сошел с ума. Что это такое? Ксюша, у меня для тебя сюрприз. Прекрасный сюрприз, прекрасная арка. Все, спасибо, а я ушла. Оксана. Ну, если ты не хочешь слушать меня, послушай хотя бы их. Кого их? Надеюсь, хоть это ее колыхнет. Что это такое? Давай потанцевать. Паша, не нужно было тратиться. Я не хочу, чтобы ты вот тратил деньги на меня, чтобы ты меня покупал. Оксана, а я тебя не собираюсь покупать. Я и денег не тратил вообще. Я чисто случайно увидел этих ребят, я наткнулся на них в переходе. Они мне просто показались такими, ну, искренними и милыми. Я договорился с ними за спасибо, чтобы они поиграли. Да, ребят? Чего не сделаешь ради настоящей любви. Не перевелись к еще романтике на земле украинской. Ну, поснимай нас, хорошо? Спасибо. Спасибо. Что это такое? Я Павел Сергеенко. Обещаю тебе, что я никогда не брошу больше тебя в ЗАГСе, если нам придется опять жениться. Хотя я готов на тебя жениться хоть тысячу раз еще. Ксюш, я обещаю тебе, что я никогда тебя не буду жалеть, если ты сама этого, конечно, не захочешь. И я обещаю тебе, что я никогда и никому не позволю, чтобы кто-то вмешивался в нашу личную жизнь. И самое главное, скажи мне, ты все еще хочешь быть Оксаной Сергеенко? Да. Что? Да. Да? Да. Она сказала да. Ну что, жених, вы можете подсвать мне жену. Жену. Вот теперь весь мир узнает, что ты моя жена одна и навсегда. Только, Паш, после брачной ночи такого не делай. Да, действительно все узнают об этом идееносно. Еще бы. У меня Киевстар 3G. Ты только сказал об этом вслух, я уже комментарии могу читать. Ну, пока семья Сергеенко комменты читают, давайте посмотрим, что там семья Андрущенко. Я думал, вы уже уехали. Вы меня ждете? Да нет, мы так все вызвали. Понятно. Ну ладно тогда. Иди сюда. Ну ладно. Ну все, ну не платье, ну не платье. Ты же все равно моя дочка, да? Я твой папа, да? Да. Я просто не могу смириться. В смысле, что? Мои родители расстались и все. И у нас больше не будет семей. Я буду скучать, Павла. Я буду, папа. Берегите себя. Я тоже. Пока. Пока. Может, с нами на такси поедешь? Что-что? Может, с нами на такси поедешь? Я прекрасно понимаю, что я об этом пожалею. Ты хочешь типа домой через набережную ехать или как? Домой. Куда домой? Вить, ну а где дом? На Пулья. В смысле? Вить, не задавай глупых вопросов. Просто садись и езжай на Пулья. То есть мы поедем домой? Домой, домой. К нам? К нам. Правда? Правда. Пашка, я люблю тебя. Я просто буду самой-самой лучшей дочкой. Самой лучшей. Я все буду делать. Все, что он только мне скажет. Потому что теперь я просто по-настоящему счастлива. Я вас тоже люблю. Так, милый, послушай, меня абсолютно внимательно. Хорошо? Я тебя хочу предупредить. Есть одно очень важное условие. Еще раз ты придешь домой под шофе. Или попадешь в больницу с черепно-мозговой травмой. Я тебя сама удушу, понял? Да. Вот этими руками? Да. Угу. Да. Я вас так люблю. Я знала, что мы вместе будем. Я знала. Я знала, что это хорошее есть. Ребят, день сегодня прям песня, спетая устами Амуров. Тьфу. Чтоб не сглазить. Ну, давайте глянем, что Санек собрался с Улей говорить. Я знаю, сейчас будет неприятный для тебя вопрос. Ты хочешь быть со мной? Завтра, послезавтра, в следующие дни? Саш, ну сколько можно уже об этом говорить? Ну, я ненавижу давать обещания. Я не хочу давать обещания. Зачем ты меня снова об этом просишь? То есть ему. Ты готова была пообещать быть с ним всю жизнь. А мне, ты понимаешь, а мне ты сейчас не можешь сказать про завтра. Если бы он тебе не изменил, ты бы даже сюда не приехала. Ну все, я прекрасно понимаю, что она приехала. Тебе, оказывается, просто нужно мужское плечо быть рядом. Потому что одинокое же быть в этом жестоком мире некрасиво. Подожди, ты сиди, сиди, сиди. Ты, наверное, просто забыла, что я человек, что у меня есть тоже живые чувства. Ну а что? Изменю я Егору с Сашкой. Егорке будет больно, он обидится. Я его обижу. Ого-го! А всем этим ты обижаешь в первую очередь меня. Ты неоправданно жесток. И я знаю, что я не хочу быть с тобой ни через год, ни через два, ни... Я не знаю. Но я с тобой быть больше не хочу. А мне здесь просто нечего же делать. Есть еще. Так, подожди. Я оказался простым орудием мести. А это удобно. Ну, вернуться к Саше. Расстаться с Саше. Вернуться к Саше. Расстаться с Саше. Я, видимо, не твой ядер. Где твоя половина? Держи. Можешь искать идеальных парней где-то там. Закрутили. Видимо, сюда Амур и не успели еще долететь. И, Сань, я думал, ты давно понял, что Уле доверять не стоит. Нужно эти грустишки возместить. Поэтому предлагаю еще раз посмотреть на Пашу и Ксюшу. Ты сказала, да. Паша, может, это что-то важное? Не, не. Все. Не обращай внимания. Все нормально. Точно? Не важно. Это все не важно. Да ну кто же там так наяривает? Что это такое? Слушай, я отойду на секунду. Только не надо. Да я быстро. Да, алло. Алло, сынок, ты все-таки ответил. Вот слушай, мне угрожают и мне, и тебе, и лисею, и вообще... Мама, да ты не на такое готова. Да разве такими вещами, Сушунья, вот скажи мне, мне приходят письма, что со страшными угрозами эти люди, они могут причинить вред и тебе, и от твоих... Где ты сейчас? В кондитерскую. Будь там, я сейчас приеду. Приезжай скорее, я прошу тебя. Я не знаю, правда это все или нет, но я должен во всем этом разобраться. Единственное, я... Я не знаю, как сказать обо всем этом Оксане. Все хорошо. Ксюш, ты извини меня, но мне надо уехать. Я ненадолго. Ты серьезно сейчас? Это Лиля звонила? И ты сейчас уедешь к ней после всего, что она сделала тебе и мне, да? Да? А ты знаешь, а езжай, решай ее вопросы. Это очень важно, она попала в беду, я не могу это так просто оставить. Я знаю, для нее всегда все важно. Ты знаешь, Паша, вот эта арка, эти музыканты, это все не важно. Для тебя всегда была главная Лиля. Главная женщина для тебя Лиля. Все, езжай, Паша. Я скоро освобожусь, я приеду и мы встретимся. Хорошо, все, да, да, да. Не трогай меня. Все. Я быстро. Ксюш, поздно обижаться, когда весь мир уже узнал, что ты жена Паши. Потом будет сложнее найти жениха. А мы давайте с Пахой все же узнаем, что там Лиля заворотила. Ну и... Я тебя слушаю. Что это? Или это очередная твоя уловка, привлечь мое внимание? Паша, на этот раз все серьезно. Что серьезно? Да почему я тебе должен верить вообще? Я тебя что, обманывала когда, отобрала или что? Да ты всю жизнь мной манипулируешь, ты это понимаешь? Мне больно все это слышать, Паша, прочти лучше сам. Что это? Почитай. Ребят, я вот подумал, это что выходит? Получается Владимир китайский бандит? Или как? Да я не ожидал видеть такое. Я только в кино такое видел. Я не понимаю, это что вообще? Какие деньги? Я тебе когда-то уже говорила, что я потеряла все деньги, потому что вложила их в финансовые акции, был кризис, они пропали, я хотела их спасти, вернуть, одолжила большую сумму денег у этих опасных людей. И они меня нашли, и теперь требую этого возврата. Сколько денег вам? Паш, много очень. Сколько денег? Ну много, Паш. Я поэтому тебе и позвонила, потому что они угрожают с тобой что-то сделать, Елисея. Я не знаю, что делать. Вот чувство жалости возникает, а чувство доверия что-то не совсем. Я не хочу делать каких-то поспешных выводов. Я хочу сперва во всем разобраться. Потому что столько раз, сколько меня мама обманывала, я не могу взять и так и поверить. Я звоню в полицию, но другого варианта у меня просто нет. Да какая полиция? Это что? Они же написали никакой полиции. А что ты предлагаешь делать? Представляешь, они с тобой что-то сделают, Паш. С тобой, Лиз Елисеев. Лиль, а если они напишут прыгнуть под поезд? Все, пойдем прыгать. Только что звонила соседка, она сказала, что у меня там какой-то погром в квартире. Они, по-видимому, вскрыли квартиру. Я вообще боюсь туда ехать. Давай, собирайся и поехали вместе. Мне кажется, она не может врать сейчас. Надо ехать сейчас в квартиру и смотреть, что там вообще произошло. А вот давайте поедем и посмотрим, что там произошло. И потом, почему Лиля Богдану не позвонила. Кстати, как они там? С ними-то хоть все в порядке? Тетя Оксана! Привет! Ой, привет! Привет, мой сладкий! Привет! Боже, я давно тебя не видела. Как ты? Хорошо. Хорошо. Что ты делаешь сегодня? Кормил котика и катался на конячке. На конячке катался? Боже! Молодец, подожди, я дверь закрою. Я думаю, тетя Оксана хорошо помнит, чем ей вылезло твое последнее катание на конячке. Ты что, опять его украл? Нет, не украл. Лиля сама попросила его сюда привезти. А чей это замок? Это ты построил? Да. Да? Да. А кто там живет? Мистер Хрюндель. Да? Один? Да. Да. Там живет один мистер Хрюндель. Да, Лиля? Ага. Один он живет, потому что раньше он жил с принцессой, а сейчас принцесса на него обиделась и не хочет уже с ним дружить. Вот как мистер Хрюндель вы заговорили. Ну, пускай тогда он попросит у принцессы прощения. Прости меня, пожалуйста, я был таким, я был такой свиньей, я тебя обидела, я очень об этом жалею. Ты самый лучший мой друг, ты никогда меня не предавала. И если ты меня простишь, я обещаю. Правда, я обещаю, я больше никогда тебя не обидел, принцесса. Прости, прости меня, пожалуйста, прости. Да, у Боди талант свиней играть. Ксюх, ну что, прощаем хряка? Я тебя прощаю. Серьезно? Серьезно. Спасибо. Хочешь чай? Да можно. Чай. Пойдем пить чай? Будешь чай? Да. Да, пойдем. Как у тебя дела вообще? Хорошо. Да не у тебя. С тобой-то я целый день сегодня. Да так, нормально. Нормально, ненормально, ну, не без трудностей. Да, что с вашей или что? Да. Постойте. Понимаешь? Лили, чтите. Он бегал за мной, просил у меня прощения. Сегодня устроил целое романтическое шоу. А потом ему позвонила Лиля. И сказала, что у нее какие-то неприятности. И он сразу уехал, сразу убежал. В одну секунду. Слушай, ну, на самом деле, он тебе не соврал. У Лили действительно неприятности. Ее шантажируют бандиты за долги. Ну, и не только его, ты понимаешь. И меня тоже, и Елика, и нам угрожают. Поэтому, собственно, я его сюда и привез. Серьезно? Да. А ну, серьезно. Получается, что это действительно правда. И получается, что Лиля не наврала Паше. А я, как всегда, я, как всегда, дура. Наговорила ему всего. Не разобралась. Ксюх, погодь, паниковать, пока мы не разберемся со всей этой историей, кто, где и в чем напортачил. А я смотрю, Оксаночка, у тебя Паша про динамин. И ты решила влезть в чужую семью. Нет, Карина, никто меня не динамин. И вообще, знаешь что? Твой план провалился. Ой, а я смотрю на стопозу. Здравствуйте. Привет. А что это такое за милый малыш, а? Папа, что ты, милая ведьма? Ой, такая Арина у нас такая. Видишь, Ксюха, ребенок сам все понимает. Мам, мне страшно. Не бойся, маленький, все хорошо. Что это за животное, которое говорит мяу? Мам, мне страшно. Не бойся, маленький. Зайчик, иди сюда, я тебе яблочко дам. Хорошо? Хочешь яблочко? Давай. У тебя какой-то странный ребенок, Мать. Арина, это ребенок. А что это вы с Елисеем здесь у нас? А где Лиля? Работает Лиля. А мы здесь. У вас. Знаю, как эта работа называется. Володя, да? Что ты нанесешь? Бодь, я недавно у нее была. И Володя был с ней. Они там развлекаются. Ты уверена? Больше чем. Ну вот, Ксюша не вышла насолить. Значит, держи, Бодь. Пут соли твой. Сынок, а ты хочешь поехать к маме? Соскучился за мамой? Богдан, ты что, серьезно? Ты поедешь? Так это же Карина. Она же специально тебе все сказала. Кушай яблочко. Поедем. Маму проведаем. Посмотрим, что там она делает. Как она работает, да? Богдан, мне кажется, это плохая идея. Ручку давай. Давай, 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 давай. Она специально тебе это все наговорила. Давай вторую. Ты меня слышишь или я говорю... Да, Оксан, слышу, да. Да, поеду и посмотрим. Ну, что верно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только не как Париж. Раз увидеть и умереть. Ребят, ну или я чего-то не понимаю, или я чего-то таки не понимаю. Боже, кошелек. Мам, пожалуйста, перестань, слышишь? Ну, перестань. Ну, что перестань, посмотри, что они сделали. Мам, мы что-нибудь придумаем. Осталось решить вопрос с этим «они». Чего Володя и тот тип устроили погром? Не суки, ну. Что это, ты это видела? Это только начало. Надеюсь, ты уже готовишь деньги, потому что мы знаем, где находятся твои сыновья. И один, и второй. Ищи деньги. Я впервые в жизни в такой безвыходной ситуации. Я, как мне помочь маме и Елисею? Как? Я не могу звонить в полицию. Я ничего не могу делать. Я не знаю, как им помочь. А где их искать? А вдруг они до Оксаны доберутся? Слушай, Паш, иди, иди, пожалуйста, уходи. Ну, я сама как-то справлюсь с этим. Я не хочу, чтобы ты даже вообще в этом участвовал. Правда, послушай, так будет лучше. Слышишь? Боже, я смотрю на все это. Ужас, это не со мной. Пошел, попроси, мам. Твою дерибасовскую. А на этом месте спектакль становится остросюжетным. О, привет, Паш. Да как? Мама позвонила, вот, собственно. Это все эти ублюдки сделали. Ты как? Никак. Лео, вы очень вовремя. Вы можете с мамой побыть? Паш, конечно, я побуду. Да, да, у меня там еще охранник внизу. Так что ты можешь ехать. Все нормально. Не беспокойся, Паш. Мам, я поехал. Едь, будь аккуратна, пожалуйста. Спасибо. Все нормально, держись. Ну, по-моему, это уже перебор, а? И котика можно было пожелать? Котик при чем здесь? Лиль, ты мне не сказала бы по поводу котика. Я его из Китая привезла, между прочим. Он мне был дорог. Ну, слушай, на эти деньги, мне кажется, можно их целый контейнер купить. Ну, вот абсолютно все встало на свои места. Вот проходим. Верь после этого людям. Аккуратнее. Давай-ка займемся делом сразу. Ну, что, он поверил? Не знаю. Смотрим. Всяком с ученым. Испугался. И что мы на этот раз будем писать? Ну, что, пишем последнее предупреждение. Ну, что ж, принесенная жертва, я думаю, не напрасно. Она произвела впечатление на Пашу. И я думаю, что в определенное время он отдаст свои деньги. То есть, мои деньги. Доверие – это такая вещь, которую можно заслужить только один раз. Или нельзя мерить? Можно. Потеряв его, можно потратить кучу сил и постараться его восстановить. Ну, запомните, что человек, который не ценит ваших чувств, придаст ваше доверие когда-то снова. А вы просто пытаетесь верить в картину, которую придумали сами. Как Лиля? Держится. А ты как? Я. Я кого? Я тогда приеду сейчас. И если вы выбираете путь повторного доверия, потом в предательстве не будет виноватых никого, кроме вас. За мамой соскучился? Угу. Ага. Делаем сюрприз. О, привет, Лер. Большой город, в котором с тобой взорвем. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка, и в днем, и ночью, и в днем, и ночью. Большой город, в котором с тобой взорвем.